Могли бы спать. Вот это густой лес. Я купила, значит, специальные такие подставки. Сегодня такая хорошая погода. Я уже погуляла и Веронику отвела последние деньки гулять. В этом году ноябрь вообще необычно. Еще даже нет снега. Так интересно. Ребят, меня как всегда посещают какие-то идеи. Эту идею я вынашивала давно. Вот не знаю, завтра хочу попробовать, пока я в отпуске еще сфотографировать. У Вероники завтра короткий день, так что мы тут нашли наряд. Вот завтра будет зимняя у нас фотосессия типа открыточек. Не знаю, попробуем. Все это будет в домашних условиях. Надеюсь, вам все получится. Так что примеряем наряд на завтра. Нет от меня покоя, в общем-то, да? Да. Ну что, ребят, только вчера буквально я сказала, что нет снега, тепло на улице в ноябре. И вот тебе, пожалуйста, за ночь все выпало. Короче, я знаете, что иду. Я же задумала фотосессию. И теперь я иду в одно самое великое место, где есть все. Супермаркет-помойка. Короче, тут смотрите. В общем, обрезанные ветки здесь есть, вот валяются. А мне как раз нужны ветки обрезанные для фотосессии. Поэтому сейчас мы пойдем с ветками домой. Просто могли бы спать. Капец у нас, да, история. Короче, представляете, у нас скинули расписание, что по субботам у нас орлят России. Я, как правильный человек, собрала ребенка, привела. И вчера я не додумалась написать лично в сообщениях и спросить, потому что вчера мне было некогда. У меня были фотосессии, вот это все. И я вообще забыла спросить у учительницы о том, что состоится ли это занятие или нет. Ну, я такая думаю, еще с мамочкой одной поговорила. Она такая, ну, написано в субботу, там в 9 утра, туда-сюда. Но они, главное, не ходят на них. Я такая, ну, ладно, ладно. Раз написано, думаю, ладно, по расписанию вроде ничего же. Обычно пишут там, не состоится занятие там или еще что-то. Вот тут ничего не написали. Я думаю, наверное, по расписанию все. То есть я даже вообще без одни мысли. Мы пришли, а там лого нет. Вот так. В общем, мы прогулялись до школы, подышались уже воздухом. Сейчас я на вокал пойду. И Вероника тоже попозже, тоже на вокал. Вот у нас сегодня субботка, конечно. Ну, ладно, было бы обиднее, если бы нам вообще никуда не надо было. Так хотя бы у нас вокал все все равно. Ну что, ребята, это вообще, короче... Короче, все родители, походу, вообще забили и не заметили даже, что в субботу у нас какие-то там орлята стоят. Но мы так поняли сейчас, что так как у нас вместо музыки во вторник орлята проходили, это было вместо субботы. Представляете? Вот. Вчера нам об этом никто не сказал. То есть я что-то не подумала написать учительнице, уточнить. А учительница тоже ничего не написала, что, например, во вторник мы провели вместо субботы. Я вообще субботу, если честно, даже не заметила в расписании, представляете? Вот. И мне вот одна с нашего класса родительница, так скажем, она такая говорит, вы видели в субботу занятия? Я такая, о, нет. То есть я вообще даже не заметила про эти занятия. Вот. Она, да, да, надо вот как-то успевать туда-сюда. Мы, главное, с ней поговорили. И у меня зациклило, что все, в субботу точно будет. Вот. Но уточнить, естественно, никакой информации не было, значит, все состоится по расписанию. Я вообще без задней мысли. Мы пришли, представляете? И больше никто не пришел, потому что 100% остальные родители даже не заметили, что там суббота стоит, как и я не заметила, пока мне вот вторая мамочка не сказала. Короче, у нас сегодня такое приключение веселое. Вот. Сидим, отдыхаем, сейчас пойдем на вокал. Ну что, началось у нас в примерке. Я, Алина, добрый день. А водочек тебе подходит, конечно, по цвету. А вот, смотри, какой водок еще есть. Сейчас. Шляпу тебе не надо? Вон, наверху шляпа есть. Ну-ка. Мяу-мяу-мяу. Я котенок. Мур-мур-мур. Или бельчонок даже какой-то. Вау, какая розовая елка. Прям зефирная. Прямо такая прикольная. Красиво. О, вот эти корзинки продаются. хранить их потом, конечно, где такую огромную. Вау, какой питон. здесь змейки. А вот змея под мой интерьер. Вот это сугробы выпали. Ничего себе. всем доброго утра. Ну что, рабочая неделя начинается. Все такое снежное. Слушайте, я даже соскучилась по прогулкам. Так классно по зимнему. Лежу, идешь там, по парку. Вообще, идешь, любуешься природой, просишь своих мыслей. Что-то я даже, представляете, соскучилась по ходьбе, по прогулкам. Так что, балдею. Как удачно я сходила. В общем, ребят, у меня, как обычно, приключения на приключениях. Я сегодня ходила Веронике за кофточкой. Вот, заказала ей, в общем, на Новый год. Она сказала, я хочу быть в змеином принте. Вот, я нашла футболочку такую. Она идет, правда, для взрослых, но, тем не менее, размер самый маленький, он прям совсем нормальный. На взрослых он сильно воптяг, на ней будет нормально, просто как футболочка. Вот, потому что детских вообще нет таких. Детские футболочки или там, ну, принты на Новый год все идут, ну, немного, не знаю, странные. В общем, все там с Новым годом, вот эта змея там какая-нибудь. В общем, как-то все не стильно, не интересные, не красивые футболки. Ну, для меня лично, я не знаю, ну, конечно, они интересные для Нового года, но немного не то, в общем, что мы хотели. Вот так скажем. Вот. И с этим вместе я решила, что мне нужно к Новому году также организовать свои вилки, ложки. Вообще, хочу заменить новые столовые приборы красивые и заменить, соответственно, хранение. Ножи также новые хочу купить, потому что у меня вообще там разносол, когда переезжали, мы покупали так, вот один маленький нож любой, который попадется, вот, и, в общем, все так покупалось, потому что все нужно было быстро, вот, под рукой, чтобы быстрее резать. У нас там Новый год на носу было вообще. Вот, мы покупали ножи, вот прямо вот здесь вот выходили, где ближайший был магазин хозяйственный, там покупали. Вот. Ну, и я купила, значит, специальные такие подставки для ложек и органайзер для ножей. В общем, там классные такие отделения для ножей, что ножи не валяются, как попало, а именно они стоят вот этим лезвием вниз и невозможно там порезаться, если ты случайно полез там туда в стол или еще что-то. То есть, вот, очень удобная организация. Но! Моя кухня маленькая! У меня горе! В общем, у меня, понимаете, у меня буквально там, ну, полтора-два сантиметра, наверное, вот так вот в ширину. Это полтора-два сантиметра? В общем, примерно вот так вот где-то вообще не заходит. То есть, по длине вот так, по ширине все вмещается идеально. Я такая думаю, класс вообще! Но по глубине ящика у меня не входит. Хотя я вроде бы померила, мне вот, вроде бы я сравнила все, как я мерила, я не знаю. Может, у меня сантиметр какой-то ненормальный? В общем, я все вроде бы мерила, и мне показалось, что все подходит. Но почему-то они оказались больше. В общем, я не знаю, то ли я ошиблась, то ли я куда-то не туда смотрела, не знаю, что произошло. В общем, они по размеру не подошли. Я такая думаю, блин, что делать? Я же их уже забрала и оплатила. Но слава богу, что на Валбересе есть возврат товара. Вот я сейчас сходила, отдала обратно, они, ну, штрих-кодай я, слава богу, не выкинула, все сохранила, они отсканировали, мой штрих-код отсканировали, кто заказывал, вот, и оформила возврат товара. Все, в течение 14 дней банк перечислит вам обратно денежки. Я такая, слава богу, господи, счастье-то какое, что мне, знаете, ну, не потерялись и деньги и, в общем-то, они не болтаются у меня, потому что мне пришлось бы их куда-то пристраивать. Опять же, не всем тоже может подойти такое. В общем, я расстроена, не знаю, так хотела организовать нажить, потому что меня раздражает, что ножи, они в одной ячейке, и они все вот так переворачиваются лезвием вверх иногда. Я переживаю, что Вероника может полезть за вилкой, там, или еще что-нибудь, и может пораниться, например. Она, конечно, не раз такого, она, конечно, видит, она мне сказала, мама, я же вижу, что ты меня прям совсем-то как маленькую. Но все равно, знаете, бывает такое, ты там резко что-то достаешь, и он, бывает, переворачивается лезвием вверх. Вот, поэтому я так хотела организовать это хранение ножей, но у меня ничего не вышло. Я не знаю, что придумали, где для моей кухни найти такое, такое же хранение, но поменьше. В общем, у меня трагедия. Вот, сижу, обратно все положила в стол свой, так и думаю, да, надо что-то придумывать. вот, так что в следующий раз буду, конечно, не знаю, до миллиметра все вымерять, я не знаю, каким сантиметром еще мне вымерять, чтобы это было точно правильно, потому что я вроде бы померила все несколько раз, сравнила, все подходит, не подходит. Такая вот история. Я сижу, обрабатываю фотографии сегодня. Первый рабочий день, господи, с непривычки-то как? Вот. И, как обычно, рубрика маршрутных историй начинается. Вот. Я не знаю, ко мне так детки тянутся, маленькие. Я сегодня сидела, в маршрутке сидела, на заднем сидении. И, ну, посреди дороги зашла мамочка с ребенком, ребенка, соответственно, посадила, сама стоит. И, получается, вот, толкотня все стоят, и ребенок сквозь, сквозь людей, вот так вот, между людьми, то есть, как раз я сидела, в общем, напротив, получается. И она так между людей так выглядывала, у меня, там, и улыбалась, и подмигивала, и смотрела, и прям мне там что-то показывала. И прям отвести глаз не могла, и вот постоянно, я уже не знала, куда смотреть, я такая тоже улыбнулась, уже и тоже ей отвечаю, ну, подумаешь, что-то как-то странно, да? Вот. Я так думаю, ладно, мамочки могут не так понять что-нибудь. Поэтому я такая отвернулась вниз, смотрю, чтобы ее не смущать. И она прям ищет, ищет мой взгляд там, и чтобы со мной вот как будто попереглядываться, я не знаю, и так пристально на меня смотрит, я такая, господи. Потом иду дальше, вышла я с маршрутки, иду дальше, вот, и там опять идет мамочка с ребенком, и тоже он на меня так смотрел, глазами хлопает, так смотрит. Всем привет! А что я тут делаю в морозном лесу? Короче, нет от меня жизни спокойной. Короче говоря, я тут придумала одну фишку, и буду устраивать фотосессии на каштаке, именно территориально, чтобы никуда не ездить, вот те мамочки, которые живут, мои знакомые, например, на каштаке. Я просто Веронику тут фотою хожу, они, а что ты нас не зовешь? Я думаю, а что каждого звать? Создала группу, и все, я всем кидаю, говорю, буду фотать вот это, например, если кому интересно, приходите, типа, вот, они такие, конечно, ну и все, теперь у меня движуха, вот, теперь ищу, хожу место, где я буду фотографировать мою задумку, потому что мы там прям подготовились, конкретно будет прикольно, вот, теперь мне нужно найти лесочек, ну вот, в принципе, лесочек есть, но они, вот видите, то лавочки торчат, то вот эти игровые площадки, то еще что-то, вот, а мне надо такое, чтобы как будто это густой лес, непроходимый, вот, будем фотать, мне так нравится, там нашла идею ретро-съемки, в общем, они там уже шапки-ушанки, вообще будет прикольно, вот, так что пофотаемся, ребятишки, что по 15 минут, чуть-чуть пофотаемся, вот, то есть это будет экспресс-фотосессия, чисто символически, но зато, такие классные эмоции будут, душевные фотографии, знаете, не просто ты в студии, там, сел с мамой, там, или улыбнулся, а тут будет вот такие вот, как, вообще, как будто они просто гуляют, например, да, и такие классные снимки будут, вообще, вот, мне так нравится, поэтому я сейчас хожу, смотрите, какая елочка классная, в принципе, тут и лес смотрится так погуще, и елка такая до низа, вообще красиво, вообще красиво, так, пойду дальше еще смотреть, где места, уже парочку, вот, мест я посмотрела, в принципе, тут в радиусе, вот, так что посмотрим, как мы нафотаемся, завтра еще поеду, пришлось, придется покупать, знаете, ретро-шапку, ушанку, ну, такую, которая вообще махнатая, чуть ли не из собаки, или из кого он там шит, вот, потому что нужна именно такая, я даже завтра за ней поеду, да, короче, капец, у меня дела нарисовались, вот, а еще сейчас я вот тут похожу, так скажем, потом побегу еще мне с внуками сегодня сидеть, ой, вот, дел целая куча, короче, пятница у меня очень веселенькая, you a maybe you 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 Пуп! Пуп!